Руководитель теплоэнерго не чист на руку. На это три месяца назад намекнул один из бывших подрядчиков компании Максим Соловьев. Дело было на заседании рабочей комиссии законодательного собрания по тарифам на тепло и электроэнергию. Он заявил, что Евгений Рогачев через подставные фирмы выводит деньги предприятия. Потом уже практически все городские издания напишут, что по заявлению Соловьева эти компании никаких работ не ведут, но забирают 30% стоимости контракта. Теплоэнерго же прямые договоры с подрядчиками не заключают уже несколько лет, а якобы подставные фирмы только богатеют, что отражается и в декларации доходов Рогачева. Они заработали прибыли, все эти компании, без всякого кризиса. У них все шло вот так по взлету. Седьмой, восьмой, девятый, десятый. У них все по взлету идет. И по выручке от теплоэнерго, и, соответственно, по чистой прибыли. Они заработали чистой прибыли миллиард рублей. Такое заявление многих насторожило и заинтересовало прокуратуру, которая начала проверку. Кстати, в тот же день рабочая группа по формированию тарифов выясняла, почему в некоторых нижегородских школах внезапно выросли цены на тепло. Те данные, что у нас есть, это не только Нижний Новгород, есть ряд районов Нижегородской области, что рост тарифов в ряде школ произошел на 30, 50, 60%. В Нижнем Новгороде есть предприятие, где рост тариф превысил 100%. Тогда у Рогачева нашелся ответ. 90% наших школ, учреждений, образования, здравоохранения и всех остальных, им по 40-50 лет они построены в советские времена. Все сгнило. 50% потерь можете пригласить за мной еще организацию, которая проведет аудит, энергоаудит этого здания. И вы поймете, что 50% вы выбросите в воздух, и вы поймете, что нужно делать. Ни о какой отставке тогда и речи не было, но проверки в теплоэнерго только участились. В сторону Рогачева стали поступать обвинения в непрозрачности и закрытости предприятия. Контроль со стороны власти усиливался, градус напряжения возрастал. Стоит ли говорить о том, что компания теплоэнерго – предприятие стратегически важное, крупнейший поставщик тепла в Нижнем Новгороде. Сбой работы, да еще в разгар отопительного сезона, означал бы, что 3000 зданий, среди которых жилые дома, больницы, школы, детские сады, попросту стали бы холодильниками. И вот, только ударили морозы, Рогачев покидает пост руководителя теплоэнерго даже до окончания прокурорской проверки. Я не вижу другого выхода для прекращения вот этих вот инсинуаций вокруг теплоэнерго, которые серьезно дестабилизируют работу предприятия. Ну и, видимо, сейчас все должно пойти хорошо. К слову и правда, пошло все не так уж и плохо. Недавнюю аварию на площади Лядова, когда без тепла остались 24 дома, устранили за считанные часы. Функции Рогачева тогда выполнял технический директор теплоэнерго Вячеслав Бушуев. Что касается Рогачева, он возглавлял предприятие 9 лет и, скорее всего, не собирался прекращать карьеру. Сейчас заявляет, что дело это политическое. Это единственный, на мой взгляд, способ и метод прекращения, значит, или превращения теплоэнерго в какую-то политическую арену, в какой-то инструмент для достижения собственных личных целей. Что на самом деле происходило в теплоэнерго, нижегородцы теперь, наверное, узнают только от прокуроров. Сергей Томилин, Александр Позняков, Михаил Городников. Объективно, итоги недели ННТВ.